Это фейки, их специально формируют. Никакой массовой гибели вооруженных сил России нет. Что, кстати, решение Путина и Шойгу – работать хирургически. Ни в коем случае, чтобы не пострадало гражданское население. Они не ведут ковровых бомбардировок. И в этом еще один смысл. Когда я разговаривал с Володей Зеленским, я ему сказал, когда он начал вот там в России и прочее, я говорю, слушай, говорил Порошенко, я говорю тебе, война идет на твоей территории. И самая опасность состоит в том, что сейчас россияне действуют хирургически. Не секрет, что гибнут люди, вот тут некоторые военные, когда идет бой, батальон ведет бой, и командир, комбат видит, майор, подполковник или кто там еще, что гибнут ребята, его дети. Вы что думаете? Он на хирургию будет смотреть. Он со всех видов оружия снесет все то, откуда идет этот огонь. Поэтому я Зеленскому сказал, самое страшное, если россияне терпеть-терпеть будут, а потом перейдут, как американцы, типа ковровым бомбардировкам, когда будет уничтожаться все. Вот ты не успеешь даже с Украины сбежать. И в этом сегодня суть этого конфликта. Надо отдать должное россияне, проводят операцию, но еще хирургически. Поэтому наше участие в этой операции, я уже сказал, и Зеленскому сказал, он меня, правда, в этом упрекнул. Ты принимаешь раненых, я принимал и буду принимать. Мы их лечим, спасаем. Сейчас министр здравоохранения каждое утро мне докладывает о том, что там происходит. Он военный медик у нас, да, Владимир Степанович? Военный медик, он, когда начинает разговаривать, я его тут допрашиваю, он такие вещи выкладывает. Слава Богу. Поэтому мы лечим и будем лечить этих ребят в Гомеле, в Мозере и, по-моему, в каком-то районном центре. Когда они к нам поступают. Что здесь не так? Всегда в любой войне спасали раненых. Не дай Бог убитых отправляли на родину. Мы помогаем. И прикрываем свои границы в этом направлении, но уже не личным составом Российской Федерации. А вертолетами, несколько самолетов Барановича, Комили и Луменцева. И они будут здесь находиться, пока я не скажу президенту России, что они мне не надо. Пока я не выставлю здесь батальонные тактические группы еще пять, чтобы прикрыть это направление. Поэтому на этой границе у нас, у генерала Лапова, пограничные отрады и маневрные группы, да? Твои пограничники. Чуть выше, в глубине его взаимодействия с пограничниками действуют пять батальонных тактических групп наших. И, предусмотреть, будут развернуты в ближайшее время. Я не ошибся. Полная вам закрытая секретная информация. Поэтому не надо орать и кричать, что мы с Витебской Ахута будем входить в Украину. Это не наша задача. Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог. В чем? Мы должны предъявить западное направление. Помните, когда я говорил, что мы не позволим стрелять русским в спину? Я имел в виду вот это. Мы получили накануне конфликта, а потом эта информация подтвердилась, и мы это видели. Мы это видели открыто. Я перебрасываю с вот это. Синий цвет. Вот посмотрите перед границей. Здесь же расположены дивизии батальоны в Литве и в Польше, в вооруженных сил Польши и Литвы. Мы видим, что они делают. Они стягивают туда вооружение и личный состав. И там у меня непосредственно на линии границы, опять же, лапо подразделения, пограничные посты и маневренные группы. Да, взаимодействие с милицией, отдельными военными, что осталось после этих беженцев. Но это недостаточно. Поэтому мы выбрали это решение закрыть эту границу и ни в коем случае не допустить вторжения со стороны натовских войск на территорию Беларуси. И даже проведение с их стороны на нашей территории малейших операций. Потому что Кораник там будет референдумом заниматься, ворвутся несколько групп, террористические акты осуществлять для того, чтобы население возбудить. И что потом? Поэтому одевай военную форму и занимайся здесь. Вместе с помощником военным, вместе с Шуренком и там тоже еще один военный. Не расслабляйтесь, садитесь, не надо отчетов. Вот наше участие в этой операции. Мы закрываем эту границу. Когда мы расставили здесь все системы противовоздушной обороны, я не называю точки, они, наверное, не секретные для натовцев, они все видят. С-300ПС, да? С-300ПС, новая, да, атомная станция, это страшнее ядерного оружия. Что у нас в Тор-М2? Тор-М2, которую мы новое закупили. В других местах Панцер-С, которые мы покупаем, а сегодня остались от России. Мы концентрируем здесь войска, чтобы закрыть эту границу. Здесь я сказал, как будем прикрывать. Нам оказалось недостаточно военной техники. Личная из состава нам будет достаточно техники. И я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска. Для того, чтобы не только Минск прикрыть. С-400 Триумф, по-моему, 600 километров он видит, да? Поражение С-400 видит на С-600. Это хорошее оружие. Очень хорошее. Поэтому мы ждем сюда поставок. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь. Вот наше участие будущее в этой операции, что мы делаем и сейчас. Но еще раз повторяю, я не вывел ни одну часть из мест постоянной дислокации. Ни одну часть вооруженных сил. Они готовы. Все готово. И если нужна мобилизация, мы выверли все списки. В течение двух-трех суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать. Я вам просто хочу рассказать, как все это было. Юг нашей границы. Вот смотрите. Гомельское и Мозырское направления. Здесь оставались части вооруженных сил Российской Федерации. Здесь. Я их попросил здесь остаться. Вот здесь. На юго-восток. Здесь мы батальонными тактическими группами, вот эту часть границы, на юго-западе, прикрыли пятью. Так, Фрейнер? Ну, по крайней мере, я такую команду отдавал. И ты мне доложил, что мы прикрыли пятью. У нас здесь бригада. Десантная штурмовая, по-моему. Ну и как она? Брестской и Пинской, да? Да. Мы эти части сформировали, укомплектовали сильнейшим образом. Не буду называть численность, технику, уже, извините, детали. Мы здесь закрылись. А здесь у нас было открыто, поэтому остались вооруженные силы. Что они сделали? Вот. Одна позиция. Вот вторая позиция, вы видите на карте внизу. И третья позиция в наших границ. Это тяжелая артиллерия ракетная, которая была размещена украинцами перед началом конфликта. Там за неделю, 10 дней мы не следили за этим. Она была здесь размещена. И молодцы наши разведчики обнаружили их и россияне проверили, подтвердили. Они были в походном состоянии. Вот здесь они отмечены в боевом положении. Через день они подняли ракеты. Привели в боевое состояние. Скажу откровенно. Мы отсюда получали от украинцев информацию, что готовится удар по белорусской территории. Спасибо этим ребятам. Они нас предупредили. И буквально за 6 часов до пуска ракет мы это обнаружили. И россияне у нас из Канберна ходили здесь до позиции, да? В районе Мозерна. Нанесли удар по этим ракетам, по этим позициям. И после мы их уже больше не видели. Во время наступления россиян, вступления в Украину мы уже эти позиции не видели. Вот поэтому я говорю, что да, были пуски в территории Белоруссии. И рассказал честно, по каким точкам мы наносили удар. Присаживайся. Это было 23-го в 11 вечера. Точно в 11 вечера. Военные мне докладывали, я посмотрел на час. А 24-го в 5 часов утра, когда уже полыхало вот здесь, на Танбассе все, Луганская. Вот. Луганская и Донецкая область. Здесь полыхало все. Там, 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 там. Продолжение следует...